Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую всех на гречневом марафоне. Сегодня понедельник, сегодня получается восьмой день. Я на гречневом марафоне, который, правда, немножко видоизменился, потому что сегодня я еще не ела гречку. Сейчас примерно 3 часа дня. Я скоро поеду за Данечкой в сад. Меня часто спрашивают, почему Данечка в сад не ходит. Данечка ходит в сад, но все итальянские сады работают до 3.30. Я сама долго не могла к этому привыкнуть, но тем не менее 3.30. Все детские сады, все ясли работают до этого времени. Я, скорее всего, съем гречку вечером, потому что я не уставшая, и это значит, что у меня будет желание, время и силы приготовить себе гречечку. Я пью зеленый чай с куркумой, добавляю туда черный перец. Я ем пророщенные зерна, и сегодня я съела половину груши. Почему половину? Просто потому что половину другую съел габрюшечка на запрак. Я увидела с утра грушу и съела сначала пророщенные зерна, а потом подумала, почему бы мне с чаем грушу, получается, как десерт, не съесть. Но сразу могу сказать, что я человек, который категорически против того, чтобы есть любую еду, будь то фрукты термически обработанные, нетермически обработанные, на самом деле любую еду, и, соответственно, запивать. Я придерживаюсь мнения, что нужно настолько хорошо жевать и пережевывать еду, чтобы потом без труда ее сгладывать. И этому, кстати, меня научил гастаэнтеролог, к которому я обратилась в Москве, потому что я носила брекет-систему, и у меня начал болеть желудок. То есть я человек, который столкнулся с определенными проблемами с пищеварением. Это было в возрасте, когда я была очень-очень молода, мне было 27, возможно, 26 лет, я даже сейчас не вспомню. И после этого я поняла, что жевать – это очень-очень важно. И как раз-таки вот эта фраза «пищеварение начинается у нас в родовой полости» – это фраза, которую я первый раз услышала от того гастаэнтеролога, к которому была вынуждена обратиться. Поэтому, в общем-то, груша с чаем для меня не характерная еда. Да, я всегда делаю дистанцию очень большую и могу съесть, я не преувеличиваю, две пиццы, если мне хочется съесть две пиццы, совершенно ничем не запивая. Именно к такому питьевому режиму, полчаса до еды, либо час после еды, я приучаю своих детей пить за полчаса до еды, либо за час после еды. И могу сказать, что мне это практически удалось. Старший ребенок полностью отказался от запивания еды водичкой. И, кстати, Егор, я в одних своих видео рассказывала, Егор у меня ел очень много, меня это настораживало. И я заметила в определенный момент, что он, видимо, не может уже отправить эту еду, сглотнуть ее, соответственно, он запивает. Вот когда он перешел на другой питьевой режим, он стал есть гораздо меньше, ну, наверное, практически в два раза меньше. Я этому очень-очень рада. Гаврюшечка тоже мой средний ребенок, перешел практически полностью на такой режим. Но Данечка пока маленький, пока его убедить сложно, поэтому он пока, в общем-то, ест печеньки, размоченные в воде и водичкой же запивает. А тема конкретно этого выпуска в рамках марафона, гречневого марафона, это очень простая привычка, точнее, две привычки, которые я приобрела, когда уже достаточно долго посидела на своем первом гречневом марафоне. Это принцип, что я останавливаюсь и перестаю есть, как только я перестаю чувствовать вкус еды. Удивительно, но факт, я никогда об этом не задумывалась. Возможно, вы никогда не замечали. Но в определенный момент, и внимание, это происходит очень-очень быстро. Мы перестаем ощущать вкус еды. Какая бы еда это ни была, это еда полезная, не полезная, она термически обработана, либо нетермически обработана, в определенный момент мы понимаем, что вкус видоизменяется. В определенный момент мы начинаем есть по привычке. И также вторая особенность, которая со мной произошла, теперь характеризует полностью мой рацион и мое питание, заключается в том, что я ем и, соответственно, перестаю есть, как только я чувствую, что я насыщаюсь, как только у меня проходит чувство голода. При этом я также научилась совершенно точно различать свой хороший аппетит и свое чувство голода. Это совершенно два разных состояния. И вот я предлагаю всем своим зрителям почувствовать себя животными. А обычно фразы «ты ведешь себя как животное», «ты чувствуешь себя как животное» это фраза, которая характеризует нас негативно. Но тем не менее, если мы задумаемся и обратим внимание на то, как едят животные, мы можем очень многому у них научиться. Я имею в виду тот простой факт, что ни одно животное в этом мире, которое мы знаем, которое мы можем себе представить, не ест до тех пор, пока оно не чувствует голод, не чувствует насыщение. Да, мы знаем, животные некоторые едят впрок, но опять же, есть впрок – это опять же есть до чувства насыщения. Каждое животное может понять и определить, когда ему нужно остановиться. В то время как мы люди, очень часто мы едим не потому, что мы голодны, не потому, что нам нужно восполнить свой энергетический баланс, пополнить. Нет, мы очень часто едим в силу того, что хорошая компания, в силу того, что мы пытаемся получить удовольствие посредством еды, в силу того, что мы пытаемся снять стресс посредством еды, в силу того, что, опять же, здесь список может продолжить для себя каждый и каждая, но основным здесь является то, что мы на самом деле едим по миллиону других причин, кроме тех, которые, конечно же, нам должны быть свойственны как представителям природы. Как представителям природы. Это есть до момента насыщения, это есть до момента восполнения вот этой необходимости в еде. Очень многие из нас едят гораздо, гораздо больше. Это то, что я поняла, то, что я смогла действительно осознать, я очень часто говорю «я осознала». Но это не простой глагол для меня, потому что действительно осознание определенных вещей помогает тебе над ними работать. Поэтому добавить здесь мне больше нечего. Действительно, я предлагаю каждому, кто сидит на гречневом марафоне, учиться чувствовать себя животным в том, что касается еды. И есть ровно столько, сколько нам необходимо. И для меня большим открытием было осознание того факта, что нам всем, и мне в том числе, необходимо очень маленькое количество еды. Я начала и упомянула, точнее, о своих детей в начале видео. Могу сказать, что я тоже перестала совершенно. Я, в общем-то, и раньше не была мамой, которая настаивает, чтобы все было съедено с тарелки. Но теперь я очень часто, если мои дети не хотят есть, а такое происходит, когда мы, допустим, куда-то выезжаем, и мы поехали, посетили какое-то место, ресторан, либо, допустим, пиццерию, любое место, где можно поесть, как правило, там дети едят очень плотно, потому что, ну, это удовольствие. Есть где-то, где готовят не так, как готовит мама дома, где готовят, возможно, и, скорее всего, вкуснее. Мои дети едят очень много, плюс я не запрещаю им есть хлеб и какие-то сухарики, которые всегда приносят, потому что иначе обед превратится в постоянное отдергивание, дети будут на тебя смотреть грустными глазами. Все это они едят. И могу сказать, что они приезжают очень часто домой и отказываются от еды. И я, соответственно, предлагаю им сделать легкий ужин. Например, я просто режу яблоки, могу сказать, что раньше, наверное, меня бы эта мысль пугала, что мои дети ушли спать, поев просто фрукты. Очень часто дети от фруктов отказываются. Они на самом деле буквально что-то откусят, перехватят и тут же уходят играть, потому что я больше не настаиваю. Действительно, очень важно, я считаю, и у себя, и также у детей своих сформировать, либо, если речь идет о детях, сохранить вот эту привычку есть до насыщения. Если мы, опять же, посмотрим не только на животных, но и на маленьких детей. Они действительно прекращают есть, как только они перестают чувствовать голод. И часто их порции варьируются. Однажды ребенок может съесть очень много, потому что он чувствует, что столько ему нужно. А однажды он может съесть очень-очень мало. И, соответственно, предлагаю нам всем обращать внимание на то чувство насыщения, которое приходит к нам, на то чувство потери вкуса того продукта, который здесь и сейчас мы едим. Поверьте мне, всем этим привычкам можно снова научиться, их можно снова перенять в нашу жизнь. Мы живем определенное количество лет, действительно приобретая определенные привычки, которые навязаны нам так же, как я часто говорю в видео о минимализмах, все-таки стереотипами потребления. Поэтому очень часто мы потребляем, в том числе и в том, что касается еды, гораздо, гораздо больше, чем нам нужно. Для собственного хорошего самочувствия, для собственного здоровья тем более. Гречневый марафон продолжается. Я надеюсь, увидимся завтра. Я успею записать завтра видео. Если нет, то в среду обязательно оно выйдет. То в среду обязательно оно выйдет. Желаю всем хорошего настроения, классного самочувствия. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока. Данечка, вкусный хлеб. Поменяй. Возьми себе этот. Я... Возьми себе этот. Мама! Да. Видишь? Да. Да. Ребята, помогите Данечке найти машинку. Она у тебя была, когда мы были в носороге. Если она у тебя не в кармане, скажешь... Блин, я жалею, нужно будем отбирать и взять. Тебе? Да. Возьми... Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok